Болючая, больная, потому что автор этой песни, Вера Ботинцева, покинула нас 3 февраля. И я очень это сильно переживала. Одна из моих любимых авторов. Мы с Вадимом исполняем эту песню. Она сама, то есть это стихотворение «Под улыбкой Бога». Если читать его полную версию, она звучит так, как у нас с Вадимом. Но сама Вера пела только первую часть. То есть исполняла только... Когда я полезла смотреть «Слова искать», оказалось, что у этой песни есть еще продолжение. И я увидела в этом продолжении, в этом стихотворении дуэт, диалог. И вот мы сделали его в таком виде. Оставалось много зеленой земли, Серого неба у земного рая. Ты взял барабан в ладони, И женщина поднялась, играет. Это даже не танец был. Просто сияла душа, Отзывалась телом, Как Бог на душу положил. И женщина Полетела. Полетела. Летели руки ее, и ноги, и одежды цветные. Взметалась тонкая шаль, и тонкие скрики, и юные сны ее. Оживали здесь под улыбкой Бога. Гремели бусы, или нет бусы, Гремели, взметаясь русы, Пряди требовали ладони твоей. Или это ладонь желала Сумночной, невозможной власти. Женщина танцевала, Не замечая тебя, Для тебя, для тебя одного. Под музыку из пространства, Под небы и пламя. Осуществляя равенство, Просто любви и просто жизни. Откуда есть много любви и жизни здесь, Под улыбкой Бога. Под улыбкой Бога. Как я жил без нее, Всю эту долгую зиму. Правильно жил мы, Радуясь с небом, И теплым ночью, Глядя в окно на деревьях. Впрочем, жил ли я вообще Ни этого хаоса, Ни этого древнего взрыва, Ни несущего мир. И если жизнь не кипение, И нежного грохота кроет, Если нечто же было дороже, И ближе ее здесь. И сейчас, кроме ритма, Стройного, как она, Необязательного, как этот танец, Ритма, клубящаяся под твоими пальцами, Скажи, скитаясь по иным мирам, Где нет ее, нет ее планетки. Смотри, вставши теперь на ребро, На кончике сандалетки скажи, Как ты станешь жить, Забывая ее у Бога. Смотри, она танцует, танцует Под улыбкой Бога. Под улыбкой Бога. Под улыбкой Бога. Под улыбкой Бога. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я приглашаю на сцену Арсена. Арсен, пожалуйста.